Да пребудет с вами Сила, дорогие друзья, точнее, что-то я не то сказал, но у нас Вовка. Всем привет! Да пребудет с вами, не знаю, что тут, какой-нибудь местный бог Вовки, один из богов, о которых я ничего не знаю. Итак, мы продолжаем, мы продолжаем прохождение Легиона, друзья, наконец-то. Вот, я первые три серии прошел и потом забросил это дело, чтобы пройти Дренор, но, к сожалению, в Дреноре у нас эпический фейл, там все квесты уже были пройдены, видимо, из-за того, что я апнул, как мне подсказали, точнее даже, из-за того, что я апнул персонажа сотого левела, мне еще и квесты пройденные выдали. То есть, это мне напомнило мультик про мальчика, который хотел, чтобы за него все делали. Вот, он нашел там двух братьев из Ларца, одинаковых с лица, если, может, вы такой же старый пердун, как и я, возможно, вы видели этот мультик. Шучу, я, конечно, не такой старый, но вы, наверное, видели, как там они готовили за него, и что там, и стирали за него, и ели за него, ну вы поняли. Так и Близзарды, похоже, решили, что они все за меня сделают и сделали. За что им, конечно, огромная ненависть, потому что я потратил время зря, и так и не понял, в чем там суть этого Дренора, и в чем предыстория самого Легиона. Но я буду надеяться, что вы сами все знаете. Вы у нас фанаты Вовки, просили у меня Легион, просили у меня Дренор, с Дренором Комфуз, так что остается только Легион. И я полагаю, что вы знаете сами предысторию, и вам будет интересно это прохождение. Снимаю его специально для вас, друзья. Если честно, не знаю, зря я, конечно, апал этого персонажа. Как-то не подумал, взял, тупо апнул, и все. Теперь я хрен пройду те квесты. Возможно, мне даже и Запределье прошли, и Азерот весь прошли, и все, что я не прошел, что я отложил на время, возможно, мне все это, как бы, завершили. Вот. Ладно, у нас тут квест, если честно, не помню, что нам тут надо было сделать, какое-то оружие получить, по-моему. Я, как я и говорил, отложил это прохождение. Давайте почитаем, короче, квестик. Три оружия, три великих пути. Получите один из этих артефактов. Первый шаг к победе над Легионом. Со временем мощь оружия в твоих руках будет расти. Выбери артефакт и направь все силы на то, чтобы его получить от Эрос. Если захочешь, позже сможешь раздобыть и два других. Но первый артефакт важно набрать сейчас. Выбрать, точнее, сейчас. Я там ванил в предыдущей серии, долго стоял, что-то выбирал оружие. Квест так и не дочитал до конца. У меня уже немножко, как это сказать, фобия к чтению квестов образовалась. Потому что я, по сути, не знаю предыстории Легиона. И мне неинтересно вот это все читать. И я не досчитываю до конца. Просто пропустил вот эту финальную часть, потому что думал, что... Надеюсь, вы увидите курсора. Я, наверное, как всегда забыл его включить. Где написано, если захочешь. Вот. С новой строки. Обычно здесь пишется какое-то описание задания. Пойди, убей 8 мобов. И таким образом ты выполнишь задание. Но здесь дополнительная информация, без которой я в предыдущей серии долго стоял и выбирал, какое же оружие взять. Но теперь я без проблем... Так, я хочу еще раз освежить память и поисками какого оружия мы можем заняться. Выбирать я буду лук, короче говоря, раз мы можем раздобыть два других оружия. Я затруднялся выбрать между луком все оружие. Все оружие здесь не нравится. Но особенно мне нравится это копье, потому что у него вот такая вот... Не знаю, как это назвать. Блин. Вот такая красная повязка. Или как это назвать? Я думаю, она даже анимированная. Прикольно смотрится. Хотел себе вот это копье. Но теперь знаю, что смогу его в любом случае получить. Так, ну, много лет тому назад лук Таздора, семейная реликвия Ветрокрылых, принадлежал следопыту Аллерии Ветрокрылой, сражавшейся с легионом, где она сейчас неизвестна. Если бы мы смогли найти Аллерию, ее лук стал бы ценным оружием в борьбе против демонов. Таздора, наследие Ветрокрылых, выбрать. Вы уверены, что хотите набрать этот... Выбрать этот... Блин, опять прочитал выбрать, как набрать. Я реально буквы не вижу, расплывается все. Сейчас, кстати, поздно, друзья. Опять же, стрим сегодня провел вечером. И опять же, на стриме были люди, которые... Когда легион? Когда легион? Вот поэтому я решил записать в 2 часа ночи. Не верьте часам Вовке. Сейчас уже почти... Ну да, третий час начался. Вот, решил записать все-таки. Все ради вас, друзья. Вы уверены, что хотите выбрать этот артефакт? Вы не скоро сможете отправиться на поиски другого. Да, я уверен. Ничего страшного, что не скоро. У вас остались нераспределенные очки талантов. Да? Серьезно? Подожди, они же были распределены. Блин, теперь еще и очки распределять. Как я это ненавижу. Давай мне сюда задание. Прекрасный выбор. Такое оружие вселит ужас в сердца наших врагов. Легендарное оружие. Пора сделать первый шаг, чтобы получить артефакт. Раздобыть оружие такой силы, задача не из легких. Впрочем, по-другому и быть не может. Когда справишься, возвращайся сюда. Нам будет о чем поговорить. Еще столько предстоит сделать. Завершаем. Встреча с курьером. Воистину, Таздора, могучий лук, он вырезан из ветви Тазалы, изначального дерева, лесов, вечной песней, наполнен магией солнечного колодца. Мне довелось плечом к плечу сражаться вместе с его прежним владельцем, Таланасом, Ветрокрылым, во время вторжения аманайских троллей. Аманийских троллей. Впрочем, не время рассказывать с разной историей. Курьер быстро шпор уже заканчивает приготовление, пора отправляться. Он будет ждать на площадке Краса. Так, ладно, давайте распределим навыки. Я сейчас на паузу. Когда вернешься в Даларан, нам нужно многое обсудить. Найти тебя? Окей. Я на паузу распределю навыки, чтобы не париться потом с этим. Вот что я сделал со своими навыками. Я знаю, здесь можно и лучше что-то сделать. Я уверен, вы сейчас будете там вайнить. Да, что ты собрал? Какой-то долбанутый билд. Дурацкий. Ну, я просто по фану его собрал. Опять же, шквал для того, чтобы в мелких данжах там быстро мобов выносить. Хотя хотел ставить ворон, не знаю. Или даже бегло огонь. Здесь рогатые гремучие змеи тоже для той же херни. Они тоже, типа, выпускают гремучих змей, которые ползут к цели по извилистой траектории, нанося 11 тысяч урона от сил природы всем задетым целям. Хотя что-то маловато урона, если честно. Не знаю, зачем. Может, не стоило брать именно этот навык. А его можно и поменять. Так. Мощный выстрел, наносящий цели вплоть до... Ага. Это даже лучше, мне кажется. А здесь у нас прицельный выстрел. Ладно. Оставим вот это. Так. Что-то какие-то таланты, честь. Эти таланты будут... А, понятно. Упорство, свирепость. И у нас спек почему-то сам сменился. Короче, херня где-то происходит. Ладно, ладно, все. Я разберусь с навыками. Я знаю, что не все навыки сейчас на панели. Хотя, ну, один из них все-таки нужно достать, по крайней мере. И вот этот тоже, кстати. Я его даже сюда поставлю. Мне нужен... Мне нужен этот самый... Талант, который помогает питомца вызвать... Пета. Кстати, еще один. Еще у нас. Это, понятно, тоже нужно выносить. Тут все, короче, нужно выносить на панель. А, вот здесь у нас. Наши петы вызовем одного. Так, где навык лечения пета и так далее? Что-то я маленькая. Еще какой-то обстрел. Пассивная способность. Тонзающий выстрел. Ты попал на панельку или нет? Нет, по-моему, не вижу. Часовой на панели. Шквал на панели. Пассивка. Это есть вроде как, да. Так, где, 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 где? А, вот. Все, нашел. Все, больше ничего мне не нужно. Правда, вытащу лечилочку. Пока что в этой серии, по крайней мере, нужно отправляться. Полетели, друзья, делать задания. Блин, не быстро это все сделалось. Курьер, быстро шпор. Мы служим предводительнице следопыта. Хорошо, молодцы. Подробности я не знаю, но пленный демон выдал нам информацию о том, где искать Аллерию. Предводительница следопыток сейчас на расколотном берегу вместе со странниками. Она собирает отряд, и ты мог бы помочь ей. Время не ждет, если Аллерия со своим луком так таздарой в лапах легиона, то мы можем их больше не увидеть. Когда будешь готов, отправляйся на расколотый берег и поговори с предводительницей следопытов Петра Крылой. Ее гипогриф поможет тебе спуститься на берег. Оседлайте гипогрифой, найдите, и, блин, на площадке краса, и спуститесь на расколотый берег. Стремись к миру, но готовься к войне. Окей. Я могу чем-нибудь помочь. Ты у нас то, что можешь открыть. Ничего. Удачи. Полетели. Гипогриф. А что там происходит? Смотрите, в небо бьет. Некий зеленый луч. Там, наверное, эпицентр всего этого дела. Правильно, я понимаю. Наверняка правильно. Молнии. Шикарная локация. С каждым разом они делают все лучше и лучше, но проблема в том, что они запихивают в игру контент и реально я уже в нем заблудился. Я вот, когда сделал те три серии, по легиону пошел делать дренор. Вот я сейчас вот возвращался сюда, обратно, и не знал, как мне вернуться. Серьезно. Забыл, как я туда вообще попал. И пошел, короче, гуглить. Вот. Че? Носом мне что-то заложило. Фух. Надеюсь, я не заболел. Я чую ловушку. Нельзя доверять словам демона. Если он лжет, мы казним его. Но что, если он говорит правду? Мы должны проверить. Аллерия. Синеглазая Аллерия. Все-таки выжили, ребятки синеглазые. Класс. Да. Смазливый эльф. Эльфики мне еще нравятся. Не знаю, кстати, вот. Мужик-эльф мне понравился в роли этого... Блин. Мертвого рыцаря. Как его там зовут-то? Как его там называют, точнее? Темный рыцарь. Или как его там? Короче, который на 55-м левеле стартует в этой летающей херне. Ну вот. В той броне, которую ему там изначально давили. Чего ты хочешь? Он неплохо выглядит. Ладно, давайте говорить с Вериса, Ветрокрылая. Приветствую. Странники... Странники допрашивали пленных демонов. Одно из этих отродий сказало, будто знает, где скрывается некто, чрезвычайно важный для нашего дела. Ты давно уже стал истинным героем Альянса Атерос. Как и другие, тебе пришлось преодолеть множество трудностей. Но теперь я хочу попросить тебя о большом... Выслушаешь меня? Выслушаешь меня? Епросто. Мне что-то показалось, что между вы и слушаешь есть пробел. Да уж. Слепота. Дело такое. Поговорите с Верисой Ветрокрылой. Я такой думаю, вы слушаешь меня? Я думаю, что за херня тут написано? Пипец. Блин, надо делать что-то с этим шрифтом. Я просто не могу такое читать. Поговорите с Верисой Ветрокрылой. И до встречи. Все повторяю, повторяю. Надо делать что-то с... Давайте осмотримся, кстати. Со шрифтом, но ничего не делаю, блин. Серьезно, надо сделать что-то. Ты, кстати, кто? Ты кто? Ты кто такая? Что привело тебя сюда? Следопыт. Тоже следопыт. А я думал, вы все лучники, типа. Ну ладно. Я не прав. А где то оружие? Верис. Что сделать надо? Что-то я маленько... Это самое... Выслушаешь меня? Конечно, выслушаю. Поговори с Верисой Ветрокрылой. Такие образцы. Легион нужно остановить. Помни о тех, кого мы потеряли. Моя сестра Алерия пропала много лет назад. Пленный демон говорит, что ее удерживает в плену инквизиция в Нискаре, мире легиона. Она очень нужна. Круто. Знай, Верис, она нужна лично тебе. Знания Алерии помогут нам уничтожить Легион. Наша цель – обзавестись ценным союзником. И более ничего. Она со мной телепатически разговаривает. Я пойду с тобой. Если эта ловушка, тебе пригодится мой лук. Он даже разговаривает, как педик. Нет, Верис, мы даже не знаем, там ли Алерия. Нельзя принимать на веру слова Демена. Но это может быть наш единственный шанс спасти. То есть обзавестись ценным союзником. Спалилось. Секундочку, друзья. Я на паузу. Все, я готов. Мой лук на готове. Пришло время действовать. Демон поведал нам, как открыть портал в мир, где, как он утверждает, удерживают Алерию. Мы можем выяснить, есть ли в его словах хоть капля правды. Но слушай, если окажется, что нас заманили в ловушку, солнечный взор дал мне камень портала, который доставит нас в Долоран. Колдовство демонов очень опасно для магов, поэтому действовать придется быстро. Если ты готов, Атерос, то и я тоже. Пройдите через портал и спасите Алерию. А, она, наверное, маг. Поэтому у нее нет лука или чего-то такого. Меча кого-нибудь. Хотя у нее должен быть пост. Тем магам. Зачем магам пост? Не знаю. Мы все должны выполнять свой рак. Да, что ты говоришь. И что я должен сделать? Поговорите с Лирисой и переступить. А, еще раз с тобой поговорить. Да, господи, боже мой. Мы заодно. Давно поражайся с честью. Ага. Ого, нифига себе. Солнечный взор. Как она вышла из своего тела? Активируй портал. Солнечный взор. Приветствую. Чердейка солнечный взор. Блин, какие же эльфики классные. Никогда не умел следовать приказу. Увидимся по ту сторону. Красота. И что, прыгнул туда или что? Орис побежал. Вот засранец. Теперь нам надо спасать двоих. Следуй за мной. Иду. А, черт. Я хотел ее надуть. Я хотел сделать вид, что иду. Да. Но случайно залетел в портал. Вот так вот я жирный теперь. Орис-то нигде не видно. Не рассчитал силы. Неужели он не догадался подождать нас? Да мы только что за ним прошли сразу же. Давай поднимемся повыше и посмотрим, что нас ждет. О. Страж скверный. Эээ, караульный. Ну лови, лови, ловиную пулю. Мой, мою стрелу. Увидимся по-калу не поднял тревогу. А че, он должен поднять тревогу? Призыватели, откройте портал. Нам нужна помощь. А, черт. Он позвал на помощь. Нееет. Нужно подойти поближе. Ой, не может быть. Какого хрена? Как я это ненавижу. Ну и че дальше? Все. Я закончил прохождение. Хе-хе. Похоже, да. Похоже, мы закончили прохождение. Я даже не помню. Не помню, блин. Это самое. Свой логин. Че происходит? Даже не вкуривает. Поэтому, друзья, я эту серию завершу, но я выложу две серии сразу. Эта серия оказалась короткой. Она быстро зальется. За ней я залью следующую серию, где мы вошли в портал. Так что смотрите сразу две серии подряд. Вот. Вот так вот. Ладно, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Это не мои проблемы. Это вот вы видите. От меня здесь ничего не зависит. Какого хрена меня выкинуло? Я не знаю. Ладно, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч!